Только что в Государственной Думе в третьем окончательном чтении принят, на мой взгляд, позорный законопроект об ограничении встреч избирателей со своим депутатом. По инициативе «Единой России» на сегодня вот такие репрессивные методы применяются для того, чтобы ограничить возможность встречаться с своими избирателями, как раз оппозиционных депутатов. Дело в том, что ряд запрещенных или несогласованных митингов, пикетов, демонстраций проводились как раз именно в этих рамках по наиболее значимым публичным вопросам. Речь идет и о стоянках в Москве, речь идет о передаче Исаакиевского собора, речь идет о точных застройках. То есть многие депутаты оппозиционно применяли этот метод для того, чтобы привлечь дополнительное внимание властей, для того, чтобы выйти на прямой контакт с избирателем. К сожалению, фактически через 7 дней такой возможности депутаты будут лишены, точно так же, как и избиратели, возможности свободно общаться со своим депутатом. Плюс одновременно депутаты будут разделены на несколько категорий. Это те, кто сможет общаться с избирателями нескольких регионов сразу или те, кто будет ограничен строго своим округом. Со своей стороны скажу, что фракция КПРФ голосовала категорически против данных поправок, считая, что подобные законы резко ограничивают возможности депутатов. Вместо того, чтобы наоборот способствовать разного рода встречам, активизировать их, на сегодня Государственная Дума заняла репрессивную позицию, позицию ограничения подобных встреч, как бы чего ни вышло. Это основной посыл, это, скажем так, основная причина, почему этот законопроект в короткие, максимально короткие сроки был фактически в суровом виде принят. А в части той ответственности, которая якобы будет введена за воспрепятствием подобным встречам, она существовала и до этого, она была предусмотрена административным кодексом, это статья 538, и даже уголовным кодексом, статья 149. Но, к сожалению, ни разу по этим статьям привлечены соответствующие должностные лица, к ответственности не были.